А вы заметили, что рубль стабилизировался? Более того, несмотря на забывание всепропальщиков, слившихся в едином хоре с оппозиционерами, рубль отвязался от нефти и даже растет в периоды падения долларовой цены за бочку марки Brent. Не сбылся прогноз Bloomberg о том, что рубль обвалится в феврале, а ведь этот апокалиптический сценарий так яростно пиарили везде, от белоленточных бложиков до солидных экономических изданий вроде РБК. Объяснение происходящему лежит скорее в политологической, чем в экономической плоскости и говорит о том, что существенная часть российской элиты изменила свой курс с прозападного на пророссийский. Фактически мы имеем дело с результатом конфликта между двумя элитными группами – либерал-компродорами, завязанными на Запад элитами, сформированными в 90-е годы, и новыми либералами. Так называемые новые либералы – это чиновники и бизнесмены, которым существующая система в принципе нравится и которые сильно разочаровались в Западе. Летом 2014 года представители имена этой группы осознали несколько простых истин. Во-первых, мирового экономического пирога на всех не хватит, а те, кто думает, что Запад сохранит и приумножит беглые российские капиталы – глупцы. Любому россиянину, каким бы капиталистам, олигархам, мальтийцам и знатным фартуконосцам он себя не считал, на Западе уготована роль кабанчика, которого зарежут на первый же Новый год. Во-вторых, у российской экономической элиты и американской экономической элиты есть нерешаемый конфликт. Для выживания США жизненно необходимо ограбить Россию и использовать ее в качестве тарана против Китая. Выживание российской экономической элиты при этом не предусмотрено. То есть их судьба напрямую связана с судьбой России. Что им делать в сложившейся ситуации? Неизбежно оформилась стратегия – доказать свою полезность для страны, заработав право на равных участвовать в политической жизни новой России. Моментом начала отжатия рычага контроля у либерал-конпрадоров, не успевших понять, что ситуация изменилась кардинально и навсегда, стало решение о введении валютных комиссаров Центробанка и жесткое пресечение массированных спекулятивных операций на валютном рынке. Либеральная пресса взвыла от неожиданности. От Центробанка никто этого не ожидал. Умные олигархи подставили плечо рублю через продажу долларов в критические моменты и начали переводить активы назад в Россию. А после того, как в ЦБ появился новый ответственный за денежно-кредитную политику Дмитрий Тулин, ситуация начала развиваться стремительными темпами. ЦБ вдруг отказался от либерально-компрадорской догмы о том, что Центральный банк отвечает только за инфляцию и риск озаботился ростом экономики. Эльвира Набиулина. И инфляция больше не является единственным ориентиром в вопросе изменения ключевой ставки Банка России. Теперь таких ориентиров по порядку. Курсовая стабильность, инфляционное таргетирование, поддержка экономики. Это уже слом парадигмы. ЦБ дважды снизил ставку и гарантированно будет ее снижать дальше. Сейчас, доказав на практике, что новые либералы лучше владеют ситуацией, чем либерал-компрадоры, между этими группами начались публичные разборки. Одним из главных театров военных действий стала Московская биржа, которая сыграла свою негативную роль в спекулятивной атаке на рубль. Для начала с Московской биржи был уволен руководитель срочного рынка господин Сульжик, гражданин США, Украины, а также большой фанат Майдана и Джона Маккейна. После его ухода биржа буквально за полтора месяца запустила фьючерс на пару рубль-юань, который до этого моржился в проекте больше года. Следующим этапом наведения порядка стало введение на бирже стоп-крана, который бы позволял Центробанку приостанавливать торги в ситуациях резких колебаний валюты. Московская биржа уже выбросила белый флаг и согласилась выполнить требования Центробанка, несмотря на то, что Минфин выказывает свое недовольство. Причем Центробанк в данном случае выступает сугубо патриотических, можно даже сказать, государственных позиций. Шесть месяцев назад в это бы никто не поверил, а сегодня это реальность. Правила игры поменялись, и они будут продолжать меняться в правильную сторону. Личное появление Путина на форме РСПП можно в некоторой степени считать признаком того, что усилия новых либералов не остались незамеченными. Президент намекнул на то, что процентную ставку нужно снижать и даже провел БЛИЦ-агитацию в плане убеждения тех, кто еще не перевел свои капиталы на родину. Там поступает, я бы сказал, несколько тревожная информация из некоторых стран, что у нас складывается впечатление, что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию. А это может быть связано с ограничениями использования этих капиталов, которые находятся у нас в странах юрисдикции. Просто имейте это в виду. Российской экономической элите посланы очень недвусмысленные сигналы, причем как из России, так и из Запада. У тех, кто эти сигналы готов воспринять, еще есть возможность вернуть капиталы на родину и начать работать на благо страны. Остальных ждет туманный Альбион и скоропостижная кончина в собственном душе.